В Первоуральске родственникам погибшего красноармейца вручили его медальон, найденный еще в середине 90-х. Почему записку с личными данными не могли прочитать почти четверть века? Расскажем в сюжете. Это стилизованное под землянку помещение Первоуральского отделения ДСААФ. Атмосферу времен Великой Отечественной здесь постарались воссоздать до мелочей. Сегодня сюда пригласили родственников одного из погибших бойцов, ранее считавшегося пропавшим без вести. Останки красноармейца Десилова и записки смертного медальона обнаружены военно-поисковым отрядом «Дозор» город Москва летом 1995 года в урочище Окорково Ржевского района Тверской области. Но установить личность погибшего красноармейца удалось только после сложной экспертизы, которую начали в 2020 году. Ранее технологии просто не позволяли прочитать данные на плохо сохранившемся медальоне. У меня какая-то почему-то надежда была, что все равно его найдут раз раскопки. Я не дождусь, он выкисочка дождется. Очень радостно, конечно. Спасибо всем огромное, кто это сделал. Нашли все-таки и нам сообщили. Важную роль сыграло и то, что так называемый смертный медальон оказался заполненным по всем правилам, говорят волонтеры. Некоторые бойцы из суеверия оставляли бланки пустыми. После того, как личность погибшего воина была установлена, уже первоуральские активисты занялись поиском его родственников, которым сегодня и вручили медальон. Родственников буквально нашли мы в течение суток. Хоть это и тяжело было. Дома этого не было, улица была переименована. Но хорошо, что город у нас небольшой и родственники, люди все знают практически друг друга. Что медальон вручили именно сейчас символично. 80 лет назад, 3 марта 1943 года от фашистских захватчиков был освобожден город Ржев, в окрестностях которого и погиб герой. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.